Летено просило ответить на вопрос, расскажите, пожалуйста, про магические воздействия. Как это происходит, почему и зачем, и как уберечься, и так далее. На всех ли людей действует магия? Я расскажу свою точку зрения, потому что если у вас есть точка зрения, что сглаз работает, порча работает, я не знаю, что работает, чтобы я вам не говорила, мои убеждения и ваши убеждения, они будут идти вразрез. Вы послушаете и останетесь при своем мнении. Поэтому я не буду навязывать свою точку зрения, а я расскажу, на что я базируюсь, какая у меня логика в этом. Что есть магия? Магия, как таковая, опять-таки, в моем понятии, это, как говорил Кролли, это искусство изменять свое бессознательное, либо, скорее всего, даже не бессознательное, а свое сознание, и опираясь на знания и на опыт, получать то, что мы хотим. То есть воздействовать, по сути, на материю своим собственным сознанием, которым мы должны научиться, в первую очередь, управлять, получить определенный опыт, для того, чтобы мы получали тот или иной результат. Для кого-то магия – это является волшебство. Почему волшебство? Потому что он не может объяснить те процессы, которые происходят. То есть есть некое, в кавычках, невежество, недостаток знания, понимание, например, физики, либо еще что-то. Так вот, как это работает? Поэтому магия, как таковая, это работа с энергией, и это работа, основанная на пониманиях того, как создано мироздание, на законах, с законами мироздания, и в том числе с нашим собственным сознанием. Как работает, по сути, магия? Она не может быть ни белая, ни черная. Магия – это энергия. Все зависит от человека, от транслятора, тот, который транслирует. Точно так же, как и торологи. Не может быть темных торологов, например, либо светлых торологов в своей основе. Есть только то, как человек транслирует, потому что интерпретацию дает торолог. Торолог для того, чтобы дать интерпретацию, он ее пропускает через себя на основе своего запарного, словарного запаса, на основе своего собственного опыта, на основе своих собственных убеждений. И еще куча, на основе воспитания, куча разных факторов, которые влияют на интерпретацию карт. Помимо того, что каждый аркан имеет свои ключевые слова. Так вот, в магии примерно то же самое. То есть нет черной и белой магии. Есть то, как маг воздействует на материю. То есть для чего? Если он воздействует во благо, то есть можем сказать, что человек использует белую магию. Опять-таки, благо и зло – это чисто субъективное понятие, потому что с точки зрения закона Вселенной есть закон баланса, закон справедливости. То есть баланс так или иначе будет восстановлен. И в зависимости от того, насколько мы отклоняемся от равновесия в одну сторону, так или иначе, исходя из физики, мы для выравнивания баланса должны будем отклоняться в другую сторону. Так вот, это любое воздействие на человека – это чистой воды психология с какой точки зрения. То есть пока вы живете, и в вашей картине мира нет понимания, что, я не знаю, там, вуду, порча, глаз или еще что-то такое существует. Вы живете, и у вас все хорошо, на вас ничего не воздействует, потому что вы в это не верите. Вы проснулись утром, вышли, значит, в подъезд и увидели там в горшке какую-то куклу, ну просто куклу. И рядом иголки у вас есть мысль, что ассоциация куклы-иголка – это вуду, значит, кто-то мне что-то делает. Что делает наш мозг? В этот момент он начинает вспоминать всю информацию, которая есть в соответствии с этим ассоциативным рядом, и включается некий испуг, страх. В этот момент страха, целостность нашего кукона энергетического, она, условно говоря, снижается, то есть некая такая защита. Я сейчас вам это говорю настолько утрированно и примитивно, потому что здесь намного серьезнее идут процессы, но вот для общего понимания. и как будто бы вы сами даете разрешение, то есть вы начинаете верить. До этого вы не верили, а теперь вы начинаете верить, просто потому что вы что-то увидели. И каждый день, если вас подпитывать, как собаку Павлова, определенными символами, вот этими ассоциативными, то у вас выработается некий такой рефлекс. Нажимает собаки, значит, ложили кусочек мяса, она нажимала на лапу, мясо появлялось, она его ела. То есть вот этот рефлекс, что надо нажать на какую-то кнопочку, чтобы появилось мясо. То есть причинно-следственная связь. Здесь я нажимаю, у меня это получается. Увидела иголку и куклу, значит на меня, на мне стоит порча. И по сути магия, она работает вот именно примерно таким образом. То есть вы, когда человек идет самостоятельно, я не знаю, точно так же, как он идет к врачу, идет к тарологу, к психологу, он по умолчанию дает согласие, что я разрешаю, чтобы ты что-то сделал со мной. И вот когда вы даете вот это вот разрешение по умолчанию, вы можете этого не осознавать. То есть приходите к психологу, вам психолог начинает, вы понимаете, что он врач, он вам может помочь. И он начинает вам задавать вопросы, что у вас там было с мамой, какое у вас было детство. Вы отвечаете, вот вы отвечаете же по собственному желанию, вас же не под пытками спрашивают. То есть когда вы отвечаете, вы даете свое незвучное, или как негласное согласие. Значит, если вы даете согласие, вы находитесь в расслабленном состоянии, ну вы же согласились, то есть опасности нет, и ваши защитные механизмы, они спадают. И поэтому вы становитесь уязвимыми в этом плане. И это даже не только в плане магии, это может быть при взаимодействии с любым человеком, когда вы ему начинаете доверять. Когда вот вы рассказываете о своей личной жизни кому-то, либо вы взаимодействуете, я не знаю, с моим мужем, со своей женой, происходит вот этот момент доверия, когда вы открываетесь. И вы, по сути, впускаете в свое поле самостоятельно того или иного человека. Отвечая на вопрос, что происходит, почему я вам объяснила, как уберечься. Ну, во-первых, конечно, сложно сказать, не верьте. Это было бы идеально. Но в моем понимании, опять-таки, магия работает тогда, когда, я уже сказала, мы начинаем в нее верить. И, как правило, если мы подразумеваем темную магию, что есть темная магия, это когда я нарушаю волю другого человека. Например, порча. Человек развелся. Я не хочу быть с тобой в отношениях. Но дамочка решила, что вот муж ушел к любовнице, а у них есть общее состояние, и я не хочу терять деньги. Я не хочу, чтобы он на нее переписывал деньги, потому что на любое... Потому что у нас есть семья. И вот она идет к магу и говорит, я хочу, чтобы ты его вернул. Маг говорит, окей, не вопрос, за ваши деньги любая прихоть. Он начинает влиять на эту ситуацию. И человек возвращается. Но, как я сказала, вот именно вот этот закон равновесия, да, человек возвращается. Но он возвращается словно в плане того, что он делает то, что он не хочет, но энергетически произошло вот это вот воздействие на него. И поэтому обычно идут откаты. Там, я не знаю, алкоголь, наркотики, либо еще что-то. И женщина говорит, да мне не важно, пускай бухает. Главное, чтобы он не был с любовницей, деньги были в семье. Вот это считается черной магией, когда ты начинаешь влиять на другого человека. И инструменты в черной магии, они, конечно же, будут другие, нежели, чем инструменты в белой магии. Например, в черной магии, и где-то я писала в каком-то комментарии, когда говорила про обзор темной колоды. У меня есть темная колода. Кто обучался у меня на древо жизни, я затрагивала и древо смерти, потому что все зеркально, да. То есть если на древо жизни у нас есть ангелы, архангелы и весь этот ряд, да, иерархия светлых сил, то аналогичная есть иерархия темных сил. И вот у меня есть такая темная колода, которую я не, конечно же, не использую, но я ее покупала для того, чтобы вот как раз-таки для курса и показывать. Там та же самая иерархия, но она выстроена, древо смерти, она выстроена на основе архидемонов и демонов. Опять же, и те, и другие – это сила. И только разница заключается в том, что для того, чтобы маг начал заниматься черной магией, ну, во-первых, это огромное последствие на его жизнь. При жизни он это, может быть, и не понять, хотя такое тоже есть, но это опять-таки там отдельные моменты, что может с ним случиться. Но после жизни наказание, оно достаточно такое серьезное и опасное. Так вот, потому что наказуемый не то, что он занимается черной магией, а то, что он вредит людям. Чем большему количеству он вредит, тем больше и серьезнее после жизни будет его наказание. Для того, чтобы маг начал заниматься действительно оккультными знаниями, как, например, кроули, я говорю о настоящих магах, а не о шарлатанах, которые одевают вот всякие там черные кольца, красятся под, ну, вот создают вот этот вот антураж, это вот просто, ну, чисто визуально влияет на психику людей, и вот как раз-таки человек начинает верить. Но если я говорю про настоящих магов, а такие есть действительно, одним из которых являлся как раз-таки кроули, для того, чтобы заниматься черной магией и взаимодействовать с демонами, он должен был достигнуть по древу жизни до сферы Теферит. Это когда сфера, которой соответствует Солнце, планета, ну, либо звезда, либо планета Солнца. Почему? Потому что только маг, достигший этой сферы, он может познать, и он владеет своими теневыми аспектами. То есть когда ты хорошо разбираешься со своими тенями, когда ты хорошо разбираешься со своими субличностями, и ты становишься бесстрашным в прямом смысле, только тогда ты начинаешь заниматься с настоящей черной магией, по причине того, что вызывая духов темных, игры с ними плохи, да, то есть чем, в принципе, он и поплатился в своей жизни в конце, когда его одолели вот как раз-таки демоны. Почему? Потому что сила как таковая, да, неважно, она белая или черная, ей нужно, ее нельзя бояться, неважно, какая она, страх должен отсутствовать, потому что там, где есть страх, ты становишься заложником, поэтому даже те, кто начинает заниматься астральными путешествиями, вот, и неоднократно, может быть, вы слышали о том, что когда ты доходишь уровня просветления, действительно, все, что ты пожелаешь, оно реализуется вот прям здесь и сейчас, потому что понятие времени, оно отсутствует. Так вот, то есть выходишь на 4D, не 3D, в котором мы живем, измерения, а 4D. Чем оно чревато? Тем, что если твои намерения, они не светлые, то ты периодически, как аркан мага, начинаешь реализовывать все то, о чем ты думаешь. Поэтому самые первые практики, неважно, чем мы занимаемся, они направлены на то, чтобы мы научились управлять своим сознанием, не останавливать мысли. Мысли остановить невозможно, потому что мы их притягиваем. А уметь управлять своим сознанием таким образом, чтобы не обращать на эти мысли. То есть, когда ты управляешь, вот это как раз аркан мага, когда ты управляешь своей жизнью, ты управляешь своим сознанием. И вот когда ты доходишь до сферы Теферит, и ты узнаешь свои темные стороны, какие они, ты их проработал, ты с ними, даже не только проработал, ты их понимаешь, ты знаешь, как они работают, только тогда ты можешь, опять-таки можешь в кавычках, начинаешь взаимодействовать именно с темными силами, при условии того, что ты не имеешь права никак испугаться. Любой твой испуг, даже не страх, а испуг, сомнение, оно чревато последствиями. То есть, ты становишься заложником вот этой силы. Опять-таки, силу мы не боимся, но уважаем любая сила. Ее точно так же, как, например, родители, он является авторитетом. Мы не боимся родителей, мы говорим, мы их уважаем. То есть, мы с уважением относимся к их силе, к авторитету, либо к каким-то там, я не знаю, криминальным авторитетам. Мы их не боимся, но мы осознаем их силу и мощь, и мы с ней взаимодействуем. Поэтому, закончу вопрос, как можно уберечься чисто. Самый простой способ, это своими собственными чистыми намерениями. То есть, чтобы ваша душа, она была чиста. Почему? Объясню. Потому что, когда мы начинаем работать на высоких вибрациях, высокие вибрации, это те вибрации, вы их можете ощущать, как состояние, знаете, эвфории, экстаза, вот в таких состояниях, поэтому я говорила, когда мы влюблены, да, на море по колено, мы не заболеем, не простынем, ничего. Это вот высокие вибрации. Ничего, во-первых, потому что низкие вибрации, демонические, вот эти вот все магические, черные магии, да, они низкие, и они не, не состыкуются со светлыми. Но, даже если такое и может быть, то энергия светлая, она настолько высокочастотная, что это как вот при температуре, когда есть, по сути, когда человек переходит температуру 41-42, конечно же, это опасно для жизни человека, это мы все знаем, но вот именно в тот момент иммунитет человека, и вот эта вот высокая температура, она самостоятельно борется с микробами, она их сжигает, поэтому в идеале было бы, да, чтобы мы находились вот в этой температуре, там, 41-го и выше, и тогда наш организм сам самостоятельно борется с микробами, он их сжигает. Вот здесь вот такой же пример, и с низкими вибрациями, когда мы поднимаем свои собственные, то есть это может быть молитвы, это может быть элементарно то, что вы верите во что-то светлое, во что-то позитивное, точно так же, как поднимается наше настроение, да, когда мы улыбаемся, смотрим какой-то приятный фильм, слушаем хорошую музыку, танцуем, радуемся, у нас поднимаются вибрации, когда мы устали, когда мы болеем, когда мы огорчены, нас одолевают негативные эмоции, это по сути наши вибрации упали, и вот в таких вибрациях, поскольку они сами себе низкие, они и притягивают весь негатив, поэтому когда мы находимся в плохом настроении, элементарно вибрации наши упали, мы идем по улице, мы начинаем замечать, что там, я не знаю, ногу подвернули, клобук сломали, то есть у нас и так плохое настроение, и все вот одно на другое в кучу, когда у вас хорошее настроение, вам все равно, идете вы там по луже, условно говоря, машина проехала, облила вас этой грязью, а вы улыбаете, вам хорошо, потому что вы рады эти жизни, то есть вас никакая зараза не берет, вот примерно вот такая защита, высокие вибрации поднимать, там молитвы, медитации, намерения позитивные, все, что держит вашу душу в высоких вибрациях, хотите осознанно поднимайте эти вибрации, путем работы со своим сознанием. Так, этот вопрос веретеном мы, наверное, закроем.